Привет! Вот бывает смотришь и не понимаешь, что здесь вообще происходит. Четыре камня и гигантский МНДМС ведут светскую беседу за столом? Никого ничего не смущает? Имперский штурмовик-балерина сидит на дереве с биноклем. Очевидно, в засаде. Маскируется под местную фауну, наверное. Ну что же, логично, тут действительно немного мокрый пол, так что пускай дальше вытирает. И не важно, что это озеро. На канале Фактория порядок должен быть. Простите, а как он туда залез? Хотя нет, забудьте, это не главный вопрос. Мне больше интересно, как он собирается оттуда вылезти и при этом не расстаться с ушами. Нет, ну послушайте, господа, это уже какой-то очень черный юмор. Так и хочется сказать, что теперь к каждому мотоциклу в комплекте выдают гроб, который можно временно использовать вместо багажника. Какие на столбах вешают объявления? Ну, котик потерялся, ну, собачка убежала, бывает. А в этом городе ищут пропавшего единорога. Если вдруг найдете, обязательно сфотографируйте и пришлите по ссылкам в описании. Все захотят увидеть такое чудо. Человек едет по поверхности воды на велосипеде. Настолько странно, что даже не знаю, что сказать. Слушайте, а просто ходить он по поверхности воды умеет? Кастрюля обязана быть накрыта крышкой. Это правило. И не важно, что между крышкой и кастрюлей есть стекло. Главное правило соблюдать. У вас в школе есть гигантский надувной кролик из целлофановых пакетиков? Нет? Вот и не завидуйте. А у них есть. Ничего себе. Да вы погодите смеяться, это же действительно крутая штука. Зачем обрезать каждый ноготь по отдельности, если можно это делать одновременно на пяти пальцах? Это ж какая экономия времени. Бедный пес. А у него не будет психической травмы после встречи с глазастыми фруктами. Вот что там должно было произойти? Как можно разбить машину об гигантского замороженного осетра? Он что, дорогу перебегал? Вы вообще представляете глаза людей, которые будут оформлять это ДТП? То есть трех компьютерных мышек ему было недостаточно, правильно? Отпусти хомячка, садюга. О, весна пришла. Унитазы прилетели. А вы что, не знали, что унитаз – это такой перелетный вид сантехники? Их ловят на ветках деревьев, а потом устанавливают в помещениях. Когда хочется жареных сосисок, вот прям последний план, который возникает в голове – это съездить к вулкану и пожарить их на раскаленной лаве. Но, видимо, это я просто такой скучный человек, а некоторые вот ездят и жарят. Ужастики, значит, говорите, да? Триллеры, скримеры? Да после такой случайной встречи с детским аниматором на лестнице никакой ужастик вас больше никогда не впечатлит. Так, не понял. То ли что-то с экраном, то ли у меня в глазах троится. А можно не вешать товары так, чтобы люди глаза протирали, пытаясь понять, что происходит. Да уж, жизнь в современном городе она такая. Даже насекомых можно увидеть только мармеладных. Вот смотрю на эту фотографию, и мне прямо физически ногам неудобно. Неужели есть на земле хотя бы одна причина, которая заставляет натянуть резиновые перчатки на ноги? А вас теперь тоже мучает вопрос, что же там такое на другом конце провода? Раз для этого странного прибора не поленились даже дырку в стене проковырять. Ну, вы посмотрите, какая прелесть. Оно же живое и пушистое. Мне кажется, если выбросить такую плесень, то можно случайно нарушить закон о жестоком обращении с животными. Надо просто дать этой кастрюльке имя и оставить в холодильнике. Вот что бывает, когда очень хочется курицу, а есть только консервированный колбасный фарш. Ну да, приходится включать фантазию на полную катушку. И не надо так удивляться. Да, человек очень переживает за свой банан. Так сильно переживает, что даже закрыл его кожуру на кодовый замок. А вот почему бы и нет в конце концов? Почему бы не завести в доме не бесполезного попугайчика, а вполне полезных курочек-несушек, которые каждый день будут к завтраку поставлять свежие яйца? Еще петуха можно, который будет работать будильником. Это что, машина чебурашки, что ли? Ну правильно, это раньше его находили в ящике с апельсинами. Теперь нужна машина с апельсинами. В наших выпусках достаточно часто попадаются суровые детские горки. Но горка, обмотанная колючей проволокой, однозначно побеждает в этом рейтинге. И правильно, нечего здесь развлекаться. А вот это я понимаю. Зачем нужна какая-то дурацкая сумочка, когда вместо нее можно носить тостер? Что может быть лучше горячего свежего тоста, пока стоишь на остановке и ждешь автобус? По-моему, это просто гениально. Ну вот шах и мат, товарищи веганы. Видите, у лимона тоже есть пульс. Значит, он тоже живой, а значит, есть его нельзя. Отстаньте от растений. Ну да, батон на роликах. Как это могло случиться? Зачем это произошло? Ума не приложу. А почему, интересно, для кошек не придумали намордников? Вы только посмотрите на этот ужасный оскал. А если укусит? Не зря же этот кот на поводке. Вы когда-нибудь боялись ананаса? Да, я вот тоже думаю, что это невозможно. Но вы только посмотрите на этого монстра. Я даже не представляю, как его можно съесть. Скорее он сам тебя сожрет. В общем, я не знаю, где зимуют раки, зато точно знаю, как они спасаются от холода. У них есть очень милые вязаные костюмчики и варежки. Вот что делает нормальный человек, когда видит на асфальте нарисованные классики. Ну и, естественно, начинает прыгать не глядя. Однако это новая игра. Классики на выживание. На пятой клеточке вы проваливаетесь в люк. Вы что, в кошельке храните деньги? Ну вы, конечно, вообще. Теперь в моде хранить в кошельке раков. Ты проходи, проходи. Чего уставился? Ну да, матрас в телефонной кабинке по телефону разговаривает. Что вообще не так-то? Однако... Нет, я, конечно, восхищаюсь мастерством фигуристов. Тем более, когда они делают прекрасные детские шоу. Это все замечательно. Но после встречи с такими рыбками на коньках, можно получить психологическую травму. А вы тоже настолько любите спагетти, что готовы принимать с ними душ? Как вообще родилась эта идея? Наверняка вы тоже умеете замечать такие странности вокруг себя. Тогда сфотографируйте их и обязательно присылайте по ссылкам в описании, чтобы все подписчики Фактории тоже могли удивиться. Ну ладно, я еще могу понять, когда весь пол в одной комнате занимают стаканчиками с водой в качестве прикола. Но когда стаканчиками заставлен целый огромный коридор... Слушайте, это уже не прикол, это диагноз. Между прочим, это самая настоящая находчивость. Ну да, потеряли одну фигурку. Что теперь, не играть что ли? И вообще, перцемолка очень похожа на шахматного короля. Вы никогда не замечали? Глазам своим не верю. Кот, который работает прямо сам, своими лапками. Вместе со своим личным человеком. Да но нет, бред какой-то, так не бывает. Как бы вы поступили, обнаружив у себя на газоне перед домом тюленя? Да, я понимаю, представить такое непросто, но вы все-таки попробуйте. Разумеется, его нужно полить водичкой и угостить рыбкой. Что еще делать с такими гостями? Извините, но у вас тут, как бы это сказать, банан из стены торчит. Непонятно, то ли это искусство, то ли банан повышенной твердости. Вот так заводишь себе собаку для охраны участка. Думаешь, что она тебя защитит от всех неприятностей. А потом приходят в гости крабы, которые размером чуть меньше самой собаки. И что-то она не торопится защищать от них хозяина. Хотя я ее понимаю, я бы тоже не торопился. У вас бывало такое, что смотришь на человека и не сразу понятно, то ли у него проблемы с головой, то ли он наоборот гений. Вот разве мог обычный человек сделать себе шлем из бананов? Вы хотите, чтобы какие-то гости к вам больше никогда не приходили? Сделайте для них бутерброд из M&M's с горчицей. Думаю, вкус их впечатлит надолго. И правильно, кому нужен обычный кот, когда можно завести себе фирменного кота от Adidas? Хотя мне кажется, кот от Puma был бы уместнее. Хм, неплохая идея. Почему бы не чистить зубы их паштетом? Выдавливать удобно, да и на вкус лучше, чем обычная зубная паста. Все-таки нервным людям не стоит играть в компьютерные игры. А если уж играют, нужно проследить, чтобы рядом не было топора. Это что, обувь для людей, которые стесняются своих пальцев? Тоже неплохая идея на самом деле. Можно спрятать свои грязные лапы. Ну вот разве это не гениально? Вы только представьте, сколько времени можно сэкономить, намазывая варенье на бутерброды с помощью дворников, а не вручную. Так вот, чем занимаются манекены, пока на них никто не смотрит. Нет, они не стоят неподвижно, а они делают очень лихие сальтухи. Похоже, кто-то перепутал дренажную решетку с тостером. Ну, что ж, бывает. Тем более и впрямь прорези похожи, и по размеру как раз подходят под кусочек хлеба. Настоящее современное искусство – летающие гамбургеры. Такую картину я бы у себя дом повесил. Красиво летят! Кто пойдет покупать обычный телевизор, если можно купить телевизор «Зебру»? Ну, признайтесь, вы тоже такой себе захотели! Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!